Если вы любите живую природу, то эта передача для вас. Сегодня речь пойдет об уникальнейших животных – пингвинах. Это единственная птица на планете, которая умеет плавать, но при этом совсем не умеет летать. А на суше они ходят в вертикальном положении с забавной ковыляющей походкой. Но особый интерес вызывает их способность выживать в Антарктиде – одном из самых неблагоприятных мест на Земле. Ведь средняя годовая температура в районе Южного полюса – минус 58 градусов по Цельсию. Тем не менее, вся прибрежная часть материка заселена императорскими пингвинами и пингвинами Адели. Надо заметить, что большую часть жизни эти птицы проводят в море, погружаясь иногда до 500 метров вглубь ледяной воды. Поэтому природа позаботилась об их выживаемости, снабдив уникальным механизмом терморегуляции. Сохранить тепло в столь суровых условиях пингвину помогает жировая прослойка толщиной до 3 см, над которой находятся три слоя водонепроницаемых перьев, которые равномерно покрывают все тело пингвинами. Такой костюмчик надежно защищает своего хозяина от промокания. Кроме того, воздух между перьями позволяет сохранить тепло как в воде, так и на открытом продуваемом пространстве. Ну а особого внимания заслуживает теплообмен в единственных открытых частях тела пингвинов – их ногах. И это удивительно. Не обладая достаточной защитой, лапки этих птиц не мерзнут, позволяя пингвинам часами стоять на морозе или плавать в ледяной воде. А от замерзания их спасает уменьшение теплопотери. А достигается это благодаря необычайно близкому расположению артерий и вен и называется принципом обратного оттока. Температура ступней арктического пингвина обычно около 4 градусов, что способствует не только сохранению тепла, но и позволяет им свободно передвигаться по льду. Ведь теплые лапы наверняка растопили бы лед и примерзли к нему. Интересно, что из воды пингвины не выходят, а выпрыгивают. И высота их прыжка может достигать двух метров. Благодаря этому они сразу же оказываются на суше. Пингвины, будучи отличными пловцами, находясь на берегу, ведут себя очень неуклюже. Ходят они медленно, переваливаясь сбоку-набок. Отчасти таким способом пингвины тоже экономят тепло и энергию. А там, где есть хоть малейшая ледяная горка, птицы падают на живот и съезжают вниз, как на санках. Интересно, что пингвины, подойдя к берегу, долго не решаются нырять. Им необходим пример, то есть первопроходец, который смело прыгнет в воду. И только тогда за ним сразу же спешат все остальные. Такое поведение называется эффект пингвина, который, к слову сказать, нередко срабатывает и среди людей. Надо сказать, жизни пингвинов постоянно подвергается опасности. В их естественной среде врагов у них более чем достаточно. Но, к сожалению, в гораздо большей степени на сокращение их популяции влияет губительная деятельность человека.